Магнитогорскую 95 Особой честью считаю сегодня вместе с десятками тысяч моих земляков произнести всего одну фразу, не требующую разъяснений. Я люблю этот город. С юбилеем, моя малая родина! Это итоговая информационно-аналитическая программа телекомпании ТВН. Время местное. События недели. Здравствуйте, я Игорь Гурьянов. Мы рассказываем только о том, что случилось на самом деле, что стало по-настоящему ярким событием, и что действительно волнует, радует, беспокоит большинство магнитогорцев. Смотрите в выпуске. Перечень льгот и социальных выплат участникам СВО будет существенно расширен. Такое решение приняли депутаты на очередном пленарном заседании городского собрания. Настоящий ремонт для сказочных персонажей. Глава города проинспектировал ход ремонта театра «Куклы» и актера «Буратино». Градоначальник прошел по коридорам, гримерным, аппаратным, а также побывал на обновленной сцене. Рывок в будущее. С 2021 года Магнитогорский металлургический комбинат инвестировал в цифровые решения почти 3 миллиарда рублей. Весомую часть цифрового портфеля предприятия составляет внедрение программных роботов. Хорошо забытая старая компания «Евросервис» внедряет в церемониал похорон работу духового оркестра. Особенно пронзительно духовая музыка звучит на воинском мемориале. Под звуки нестареющего вайса в Магнитогорске началась череда выпускных балов. Как выдавали путевку в жизнь в Академическом лицее в репортаже нашего корреспондента. И сейчас об этих и других событиях более подробно. Начнем с официальных хроник. 95-летие Магнитогорска будут праздновать на протяжении месяца. Яркая и насыщенная программа расписана на все пятницы и выходные. Об этом говорили на Большом аппаратном совещании. Кроме того, вручили благодарности к юбилею города. А глава Сергей Бердников получил уменьшенную копию Кубка Гагарина. Калейдоскоп событий грядет в Магнитогорске. Мероприятия, посвященные празднованию юбилея города, плавно перетекут в празднование Дня Металлурга. И будут проходить каждую пятницу и выходные в период с 28 июня по 21 июля. Начальник управления культуры Млада Кудрявцева подробно рассказала о всех праздниках, которые будут проходить в парке Увечного огня. Так уже в эту пятницу состоится большой галоконцерт «Улица горящих фонарей». В субботу подготовлены концертно-развлекательная программа и дефиле военных оркестров. Кульминацией дефиле станет сводное выступление военных оркестров. Музыкальные композиции прозвучат одновременно на 100 местах. В 20 часов в акватории реки Урал начнется водное шоу «Флайбок». Праздничный вечер продолжится концертной программой солистов концертного объединения с включением торжественного поздравления официальной комиссии. В 21 час хитый «Я русский», «Станев» и другие известные композиции исполнит приглашенная звезда «Шаман». Ну а самым ярким зрелищем станет международный фестиваль фейерверков «Огни-магнитки», который будет длиться на протяжении двух часов. В воскресенье стартует всероссийский рок-фестиваль «Арт-платформа». Хедлайнером станет Вячеслав Бутусов. Именно хотелось нам сделать вот такой объемный праздник для людей, для народа, чтобы они по выходным дням, где-то и в будничные дни, в том числе и воздушные шары, они, конечно, скрасят наши трудовые будни. Ну, погода, да. Конечно, она, видимо, будет настить некоторые коррективы. Ну, в принципе, надо жить, я считаю, по девизу, у природы нет плохой погоды, нужно просто правильно одеться. То, что дождь идет, это хорошо. Он вчера шел, сегодня и завтра будут идти. Предпраздничные и праздничные дни, потому что приметы, связанные с дождем, только хорошие. Урожай. Урожай, если еще идет дождь, например, на свадьбу или юбилей, то говорят, что будет жизнь долгая и счастливая. Значит, и у нашего города будет жизнь долгая, счастливая и надежная. Потом дождь, оно уже смывает все. Старое, ненужное, умывается город. Была на совещании большая торжественная часть. Выступая перед собравшимися, директор хоккейного клуба «Металлург» Алексей Жлоба сказал, что Кубок Гагарина, который команда взяла в этом году, заслуга не только игроков, тренеров и администрации клуба, но и всех болельщиков. И сегодня, вот опять в канун 95-летия родного города, я хотел бы выразить от лица хоккейного клуба «Металлург», от администрации, от себя лично, благодарность городу Магнитогорску за ту поддержку, которая нам помогла выиграть Кубок Гагарина в текущем сезоне. И в знак благодарности сегодня хотел бы вручить Сергею Николаевичу копию, оригинальную копию Кубка Гагарина, тем самым поздравив город, в том числе с 95-летиями. Череда поздравлений продолжилась. Благодарность выразили семье героя СВО Тимура и Манаева. Сергей Бердников пожелал главе семейства скорейшего возвращения домой. В завершение грамоты к 95-летию города вручили сотрудникам администрации. Юлия Черешнева, Алексей Абашин, телекомпания ТВИ. На состоявшемся в этот турник пленарном заседании городского собрания депутатов Своим решением депутаты существенно расширили перечень льгот и социальных выплат семьям участников специальной военной операции. Также дополнен список получателей этих льгот. Введен пункт «Пропавшие без вести». В целом практически всю повестку заседания можно обозначить как социально ориентированную. За четыре дня до юбилея города очевидным выглядело начало пленарки. Председатель собрания и по совместительству знаток городской истории Александр Морозов наполнил собравшимся, как благодаря предыдущему большому 50-летнему юбилею сформировался современный облик нашего города. В этом мире исполняется 45 лет нашим известным городским объектом. Борцу культуры металлогов имени Арджиникидзе, монументу «Дыл фронт», паровозу, то, что направлено в задней площади, а также куранты наши. В июне 79-го года, когда было 50 лет мобильники, все эти четыре объекта были открыты. Об этом мы обязательно расскажем более подробно в очередной серии «Большой перемены». Пока же к текущей повестке. Ее с полным правом можно назвать социально ориентированной. В частности, пролонгирована льгота для многодетных семей при оплате, присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. Отдельные категории учеников-школьников продолжат льготно питаться. Этой мерой социальной поддержки сегодня пользуются более 30 тысяч детей. Отдельным пунктом прописано расширение как самих льгот, так и категории их получателей для тех семей, чьи родственники участвуют в СВО. Мы сегодня на собрании приняли два решения в целях помощи, поддержки семей участников специальной военной операции. Одно решение направлено на защиту многодетных семей, имеющих право на льготу в размере 50% родительской платы за детский сад. А второе касается категории пропавших без вести участников СВО. Их дети продолжат получать меры социальной поддержки. Кстати говоря, напомню, что дети и студенты из семей участников СВО по решению городского собрания имеют право на следующие льготы. Бесплатное горячее питание в начальной школе, путевки в городские лагеря и туристические походы для школьников, оздоровление на загородной даче «Горный ручеек» и бесплатный проезд в городском транспорте общего пользования для школьников и студентов в дневных отделениях. Еще один блок вопросов касался хлопотного городского хозяйства. Депутаты заслушали доклад об исполнении правил благоустройства Магнитогорска. Напомним, они были утверждены собранием в декабре 2017 года. Некоторые изменения зафиксированы в работе проекта «Инициативное бюджетирование». Внесение этих самых инициатив в администрацию для работы в следующем году произойдет с 16 сентября по 15 октября этого года. По окончании собрания к теме юбилея города вернулся Сергей Бердников. Поблагодарив депутатов за совместную и конструктивную работу, он пригласил всех горожан на праздничные мероприятия. Игорь Гурьянов, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН А сейчас к новостям хлопотного городского хозяйства. В этом году в Магнитогорске ремонты уличной и дорожной сети стартовали раньше обычного. Запланировано, что в этом сезоне строительство коснется порядка 100 участков. Работы ведутся как на городских, так и на поселковых дорогах. Сейчас строительная техника активно задействована на улицах Труда и Калинина. Побывала на них наша съемочная группа. Что касается средних дорожных ремонтов в целом, то, по словам специалистов управления капитального строительства, сейчас выполнено около 40% от запланированного. На Калинина ведутся работы на участке от проспекта Ленина до улицы Чапаева. Его протяженность составляет 720 метров. Рабочие приступили к строительству 15 июня. Выполняется замена бортовых камней, фрезеровка основания, укладка выравнивающего и верхнего слоя. Работы выполнены порядка 45-50% на данный момент. Ориентировочно, если погодные условия будут позволять, то до 1 июля работы будут полностью закончены. В планы рабочих активно вмешиваются погодные условия. Когда льют обильные дожди, ремонтировать дорожную сеть невозможно, а некоторые участки приходится переделывать. Также свою репту вносят автомобилисты, которые игнорируют выставленные знаки. По большей части автомобилисты не соблюдают выставленные знаки, отодвигают, проезжают по вновь уложенному асфальту. Это, в принципе, везде. Что касаемо поселковых дорог, что и основных, все равно асфальту нужно остыть, выставиться. Вы сами замечаете, движение идет. Сейчас в активной фазе и ремонт с северной стороны улицы Труда. С 25 по 27 июня было перекрыто движение на участке от Калмыкова до Ленина. Практику частичного закрытия будут продолжать и дальше. Участок Труда его нельзя ремонтировать полностью. Делаем кусками. Это вот сейчас первая очередь от Калмыкова до Ленина. Второй участок от Ленина до Ворошилова. После от Ворошилова до Карломарса. От Карломарса до Жукова. И от Жукова до Советской. Кроме того, в связи с ремонтными работами, с 29 июня до 1 июля нельзя будет проехать по пересечению улицы Труда и проспекта Ленина. Павел Берсенев, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. В разгаре и масштабная подготовка к отопительному сезону, которую ведут специалисты треста теплофикации. В Магнитогорске продолжается период отключения горячей воды. На данный момент ее нет в большей части Правобережного района. Теплофикация проводит ремонты, связанные с опрессовкой. Основные работы идут не только на теплотрассах, но и в пиковой котельной. Жителям домов в районе Правда-63 отключили горячую воду на день раньше, чем было указано в графике. Причина – повреждение на теплотрассе. Работы по восстановлению продолжаются вторую неделю. И люди уже начали волноваться, закончат ли в срок. Ведь в пятницу должны включить горячую воду. В теплофикации заверяют – все идет по плану. Нормально мы в графике укладываемся. Меняем просто полностью участок. То есть мы не просто устранили повреждения. Меняем отопление сразу же и горячую воду. Сейчас, на данный момент, мы вырезали трубы отопления и горячее водоснабжение. Завезли новые трубы и монтируем новые трубы. Будет смонтирован трубопровод. Сделаем изоляцию. Закроем плиты и восстановим благоустройство. Ремонт теплотрассы на перекрестке Правды-Суворова принес неудобства пешеходам. Котлован вырыли прямо на переходе. Проводим восстановительный ремонт. После гидравлических испытаний меняем участок трубы. На данный момент там сейчас гидроизоляцию делаем, теплоизоляцию делаем. Будем закрывать канал и засыпать обратно. В ближайшие дни участок дороги обещали привести в порядок. Всего в Провбережном районе 250 километров труб. На прошлой неделе провели гидравлические испытания тепловых сетей и выявили 13 повреждений. Все они устраняются. Работы ведутся и на пиковой котельной. Здесь проводят большую модернизацию электроснабжением. По словам специалистов, предыдущее оборудование прослужило больше 40 лет. Устарело и, кроме того, нередко давало сбои. Высоковольтные ячейки уже заменены. Сейчас идет их наладка, подключение. И к началу отопительного сезона модернизация будет закончена, что повысит в разы надежность электроснабжения, обеспечение электроэнергии котельной. Что же касается котлов пиковой котельной, на данный момент они не работают. Обеспечение города горячей водой идет из других источников. На трех котлах продолжаются текущие ремонты. Четвертый – новый. Его ввели в эксплуатацию в январе этого года. В этом году мы ввели в эксплуатацию новый котел КВГМ-100. Он успешно прошел пусконаладку, и мы на нем отработали. Часть отопительного сезона он уже полноценно, на стопроцентной нагрузке, выполнял свою работу, отапливал город. Ремонты на предприятии будут идти в течение лета. По окончанию город получит паспорт готовности к зимнему периоду. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. На этой неделе глава Магнитогорска Сергей Бердников осмотрел ход ремонтных работ в театре «Куклы и актера Буратино». Градоначальник прошел по коридорам, гримерным, аппаратным, побывал также на обновленной сцене. О нюансах реконструкции, креативных решениях и инновационных технологиях, которые легли в основу преобразования, главе города рассказали представители подрядной организации. Глава города Сергей Бердников начал осмотр ремонта театра «Куклы и актера Буратино» с фасадов. Внешне здание заметно преобразилось, обрело новые краски. В скором времени, рассказали подрядчики, его украсит большой фигурный золотой ключ. Далее градоначальник прошел внутрь, где полным ходом идут отделочные работы. Ремонт в театре проходит в рамках нацпроекта «Культура» с апреля 2023 года. За это время подрядчик выполнил колоссальный объём работ. В здании полностью заменены инженерные системы – отопление, канализация, водопровод, электроснабжение и вентиляция, а также системы пожаротушения. Уже смонтирована система видеонаблюдения и технологическое телевидение. Полностью обновлены подсобные помещения театра – гримерные и аппаратные. Лестницы отделаны натуральным гранитом. Установка декоративных перил запланирована на самое ближайшее время. Стены студии звукозаписи, а также фойе второго этажа были обшиты специальными звукоизоляционными панелями. Под ними специальная подложка из акустического материала, поглощающего. И вместе они создают такой пирог, который шумоизолирует и уменьшает отражение в разы. То есть, если вы слышите, если я туда крикну «О!», то будет эхо. А если я сюда крикну «О!», то его не будет. Так вот это работает. И в зале у нас еще имеют место акустические панели. А это зрительный зал. Работы здесь выполнены масштабные. В том числе установлено самое современное, полностью автоматизированное оборудование. Обновлена механика сцены, для чего установлено 29 новых приводов. Управляются они с помощью компьютера. А за этой деревянной конструкцией скрывается огромный светодиодный экран. Слегка выгнутой формы он будет играть роль задника и значительно расширит возможности для декораций и спецэффектов. В основе реконструкции зала лежат сложные инженерные решения, которые обеспечат долговечность и надежность. Гребенка зала устроена сложно. То есть, мы столкнулись с чем? Что старая гребенка разрушена. Она в плохом состоянии и не соответствует ни пожарным требованиям, ни каким уже дерево гнилое и так далее. Пришлось демонтировать. Это выяснилось уже в процессе стройки. То есть, проектом это не было предусмотрено. И пришлось сделать замену. И вы видите, какая сложная конструкция в зале установлена. Более 300 опорных столбов. Почему? Почему так много? Зачем, казалось бы? Я объясню. Потому что мы находимся на втором этаже и опираемся на плиты перекрытия, у которых есть предел несущей способности. И поэтому нагрузку нужно максимально распределить по площади. Рассчитан зал будет на 200 мест. Это чуть больше, чем было ранее. Что немаловажно, в театре будут созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ознакомили Сергея Берникова и с эскизами занавеса. Рассказали о том, как будет выглядеть фойе. Подрядчики отдельно подчеркнули, на каждом этапе работы они контактировали с артистами и руководителями театра. Да, действительно, у нас сейчас происходит в театре очень масштабные изменения. С 98-го года, буквально, когда был этот театр построен, ничего у нас не проводилось. То, что у нас устанавливается новое оборудование, световое, звуковое, вот экран светодиодный, только сам за себя говорит. Это можно даже видеопроекции делать какие-то. То есть это совершенно выводит на новый уровень нашей постановки. Сергей Берников подчеркнул, он доволен увиденным и надеется, что в обещанный срок, а именно в начале сентября, обновленный театр примет первых зрителей. Как мы предполагали, мы точно будем с вами к сезону иметь прекрасный, современный, я уверен, всеми любимый новый, можно сказать, новый театр. Не просто обновленный, а фактически новый. И, конечно, это еще один объект, еще одно культурное сооружение, которое, конечно, я думаю, горожанам полюбится и сделает наш город еще более привлекательным для проживания здесь. Открыть сезон артисты театра планируют спектаклем «Снежная королева», который поставят режиссер из Томска Наталья Корлякова. Промплощадка в событиях. С 2021 года Магнитогорский металлургический комбинат инвестировал в цифровые решения почти 3 миллиарда рублей. Весомую часть цифрового портфеля предприятия составляет внедрение программных роботов. Об этом, а также о том, как сделать бизнес еще более эффективным с помощью RPA-решений, говорили на пятой практической конференции, состоявшейся на Ульре Банном. Роботик-процесс-автомейшн – это технология, которая базируется не на классическом подходе с использованием программирования, а на применении программных роботов, которые взаимодействуют с пользовательским интерфейсом. На 1 января текущего года на ММК в промышленной эксплуатации находилось 288 роботизированных процессов. Фактический эффект от деятельности программных роботов с момента их внедрения составил 730 миллионов рублей. Роботизируем операции, которые связаны в большей степени с учетными функциями, с управленческими функциями, тем самым снижая, с одной стороны, повышая эффективность этих процессов и сглаживая ту проблему, которая сегодня существует на рынке трудовых ресурсов, роботы позволяют нам эту проблему несколько снизить. На Магнитогорском металлургическом комбинате сегодня полным ходом идет цифровая трансформация. Предприятие внедряет лучший мировой опыт, а также разрабатывает собственные инновационные продукты. Продолжаем внедрять и развивать наших программных роботов, но появляются новые технологии, сегодня мы о них будем говорить, которые в принципе дополняют наши процессы, нашу программную роботизацию. Это так называемые технологии процесс майнинг, таск майнинг, то есть это такие технологии, которые позволяют исследовать бизнес-процессы и тем самым их совершенствовать. Еще одна важная тема, которая была затронута на конференции, как достичь наибольшего эффекта в тандеме «Человек и программный робот». Сейчас молодое поколение выбирает, во-первых, интересную работу, и роботы могут стать помощниками. Мы собираемся запустить Академию Некст, где для людей будет организовано обучение, то есть когда любой сотрудник может сам сделать простого робота, который будет являться помощником на своем рабочем месте. Разработкой RPA-технологий в Магнитогорске вот уже шесть лет занимается Центр технологий роботизации Некст. С 2018 года специалисты Центра внедрили более тысячи роботов в различные бизнес-процессы Магнитогорского металлургического комбината и других заказчиков. И не собираются на этом останавливаться. Дальше мы уже, в принципе, обсуждаем создание некоторых цифровых подразделений сразу. То есть появляется какой-то бизнес-процесс новый, мы сразу рассматриваем его с точки зрения создания там подразделения роботизированного, чтобы роботы делали вот ту самую неинтересную, рутинную работу, которую делает человек. И точно есть еще параллельные эксперименты, когда мы делаем умных роботов. То есть когда робот — это руки, а мозгом является искусственный интеллект. RPA Connect, организованная Магнитогорским металлургическим комбинатом, компанией ММК Информсервис и Центром Next — это крупнейшая в России конференция для бизнеса, посвященная практическому применению программной роботизации и всему, что с этим связано. Это сообщество профессионалов и единомышленников, где приобретаются новые знания и черпается вдохновение для новых инновационных проектов. Галина Смирнова, Вячеслав Гусев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Также на этой неделе стало известно, что Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области экологических технологий «Экотехлидер 2024» за строительство природоохранных объектов и сокращение вредных выбросов в атмосферу. Магнитка представила на конкурс проект реализации природоохранных мероприятий при строительстве комплекса новой коксовой батареи номер 12, которую планируется ввести в эксплуатацию уже в июле этого года. Ее запуск позволит вывести из работы сразу пять действующих батарей, что поможет до минимума снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Новая коксовая батарея имеет ключевое значение для ММК не только с производственной точки зрения, но и с экологической. Она будет оснащена самыми современными зелеными технологиями – 28 систем аспирации, установки десульфации и денетрификации, замкнутая оборотная система, водоснабжение и биохимическая установка. Запуск комплекса и вывод из эксплуатации устаревшего оборудования дадут совокупный экологический эффект в виде сокращения выбросов в атмосферу на 11 350 тонн в год. Напомним, ПАО ММК с 2015 года реализует стратегическую инициативу «Чистый город», предполагающую улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске в четыре раза к 2026 году. Продолжаем рубрику. На Магнитогорском металлургическом комбинате внедрена в эксплуатацию система управления проектной деятельностью «Эволюция». Это цифровой продукт, созданный на базе платформенного решения «Визари Проджект», который позволяет управлять неограниченным количеством проектов, программ и портфелей одновременно. Система «Эволюция» помогает планировать и контролировать выполнение мероприятий, включая установку сроков, отслеживание прогресса выполнения задач и контроль за достижением поставленных целей. Для начала возникает идея строительства нового объекта. Она заводится в систему, рассматривается со всех сторон специалистами, которые экспертно для начала принимают решение. Да, нам это необходимо. Далее у нас наступает стадия так называемого предложения. На этой стадии мы рассчитываем полностью все экономические показатели, все, что мы хотели бы получить и сколько нам на это необходимо потратить. Далее специалисты оценивают уже с точки зрения экономики это все. И если нас все устраивает, то далее мы переходим к новому процессу, это называется проект. То есть это непосредственная реализация от планирования, закупки оборудования, строительства и в конце концов запуска в промышленную эксплуатацию. И далее у нас идет так называемый постинвестиционный мониторинг, когда мы посмотрели, сколько мы потратили реально, сколько мы запланировали и сравниваем, насколько нам удалось попасть в те границы. В системе можно ввести бюджет проекта и управлять им. Гибкая настройка экономических формул позволяет учесть различные факторы при расчете экономической эффективности планируемого проекта, что позволяет принимать верные управленческие решения. Также разработан полноценный функционал для ведения и контроля ключевых событий с целью управления рисками проекта. Для удобства пользователей вся актуальная информация о ходе реализации проектов представлена в виде дашбордов и отчетов. Система предоставляет участникам оперативный доступ к информации в зависимости от их роли в проектной деятельности компании. Уже ставшая постоянной в наших обзорах рубрика «Все для победы». Семья Мастроевых стала первой в Магнитогорске, кто откликнулся на просьбу Союза ветеранов Афганистана, Чечни и СВО помочь фронту средствами для транспортировки раненых. Они купили квадроцикл и сами сделали тележку. В скором времени транспортное средство отправят в зону СВО. Попросили сделать для эвакуации раненых. То есть, когда, понятно, есть ранение, вытащить с передовой человека в течение нескольких часов. Это очень важно, иначе человек просто истекает кровью. Соответственно, прицеп разработан на два человека, длина два метра, на два лежачих. Грузоподъемность у него примерно килограмм 200-300 он выведет. На изготовление этого нехитрого транспортного средства у его создателей ушло меньше месяца. Александр трудился не один. Свою лепту в общее дело внесли два юных помощника. Иван и Леонид на каникулах и с удовольствием взялись за дело. Пришел квадроцикл в ярко-желтом цвете. Нам пришлось снять полностью пластиковый каркас, все разобрать. Квадроцикл разбирали и красили, все обратно собирали. Примерно вышла неделя. Он будет вывозить раненых, если он вывозит хотя бы двух-трех человек, это будет уже как бы, ну они будут благодарны. Ребята подошли к делу творчески, написали от себя бойцам пожелания и адрес для обратной связи, чтобы в следующий раз учесть все недочеты. Хотя, говорит Александр, они следовали советам знающих людей. Тент такой конструкции сделан для чего? Для того, чтобы от ФИПИ-дрона он не спасет, конечно, но от сбрасываемых боеприпасов, которые с коптера сбрасывают, он, в общем-то, легкие там гранаты, воги различные, он позволит отпружинить и откинуть, и разрыв будет уже не здесь, не в прицепе, а будет где-то сбоку. Это уже спасет, ну, добавит шансов спасти тех людей, которые будут там ехать. По сути, такие транспортные средства, расходный материал, они будут попадать под обстрелы. Но именно такой мобильный, неброский, легкий транспорт лучше автомобиля, считает человек, который все знает о мотоциклах и квадроциклах. Тренер по мотоспорту Виктор Коржов говорит, это транспорт, который может везде проехать. Просто я получаю информацию из фронта, и когда видишь, как больных, раненых доставляют в грузовиках, это тяжело смотреть. А здесь все-таки это большой подспорье, когда можно куда-то уехать, спрятаться, уйти от дронов и привезти его живым. Сегодня квадроцикл с прицепом передали представителям Совета ветеранов Афганистана, Чечни и СВО. После 10 июля они отправят транспортное средство в зону СВО. Я думаю, жители города Магнитогорска, у кого все это тоже есть, вот мотоциклы Урал тоже очень хорошо идут, вот эти вот квадроциклы. Мы их доремонтируем, доделаем, может быть, даже небольшой цех сделаем по изготовлению вот этих вот прицепов. Те, кто хочет помочь бойцам по всем вопросам, могут обратиться в Совет ветеранов Афганистана, Чечни и СВО по адресу Ленина, 10. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. Автомобиль УАЗ «Нагайбак» вновь отправится в зону специальной военной операции. Год назад жители Нагайбакского района собрали средства и купили машину для земляков, которые находятся на фронте. А этой весной автомобиль вернулся домой, но ненадолго. С автомобилем УАЗ «Нагайбак» мы встречаемся уже не в первый раз, а все потому, что у машины не самая простая судьба. Алексей, напомните, что же случилось в январе этого года? В январе этого года данный автомобиль был подбит вражеским дроном. После того, как мы узнали это, мы приняли решение эвакуировать его из зоны специальной военной операции, так как у ребят не было возможности там своими силами ее отремонтировать. Взамен мы увезли им другую буханку, привезли данный автомобиль на ремонт. Ремонт осуществлялся в городе Маятогорске. И вот сейчас автомобиль УАЗ «Нагайбак» у нас полностью восстановлен и готов к отправке. В ближайшие дни мы отправляемся в зону специальной военной операции. Ранений на машине было немало, но силами неравнодушных жителей Нагайбакского района и Магнитогорска УАЗик удалось восстановить. Кроме того, добавили к оснащению автомобиля и систему РЭБ, которая призвана защищать от атак дронов. Сумму на него в 270 тысяч рублей собирали всем миром. И это не все. Теперь «Нагайбак» вновь отправляется в зону СВО, но не один, а в компании еще двух машин. Одну приобрели на средства селян, вторую безвозмездно передала администрация астралянского поселения. Помимо УАЗ Нагайбак, который будет работать непосредственно на передовой, мы везем еще УАЗ 469 для наших ребят с Нагайбакского района. А они тоже будут работать на передке, как говорится. То есть они охотники за дронами, то есть они снимут с него крышу и будут ружьями сбивать вражеские дроны. И везем данный автомобиль Соболь, он грузопассажирский. Он будет работать при фронтовой полосе, доставлять ребятам продукты, забирать гуманитарную помощь, где-то увозить их на отдых, потому что они где-то раз в месяц их все равно увозят, дают передушку ребятам. В путь отправляются сразу несколько водителей. Добираться будут своим ходом. Для Александра Толмачева это уже третья поездка в ДНР. В прошлом профессиональный водитель Александр Васильевич одним из первых откликнулся на предложение быть сопровождающим гуманитарный груз для земляков. Ну они очень рады, довольны, что приезжаем, что помогаем все равно, чем можем уже, рады очень. До Донецка не доезжаем, передаем. Поэтому то, что военные, техники очень много встречаются и там находятся, конечно, чувствуют, что там уже как бы накаленная ситуация. И хотя основной груз это машины, едут они вовсе не пустые. По традиции селяне собрали ни один центнер гуманитарной помощи. Тут и тактические аптечки, и сладости, и письма от детей, а также генераторы и другая необходимая техника. Уже в эти дни гуманитарная помощь из Нагайбакского района находится на пути в зону СВО, чтобы быть переданы тем, кто сражается за Родину. Елена Старостина, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Благотворительный фонд «Металлург» подвел итоги масштабного проекта «Тепло родного дома». На протяжении года фонд помогал членам семей участников СВО. Совместно со специалистами управления соцзащиты Агаповки отобрали для участия в проекте 50 семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для них были организованы консультации психолога, полезные обучения, загородные поездки, походы в аквапарк и кинотеатр, доставка продуктовых наборов. В целом проект охватил 125 человек, 75 из которых дети. Для начала прям хочется, чтобы вы максимально расслабились, выдохнули, почувствовали свое тело здесь и сейчас, перейдя в эту осознанность. У всех этих женщин мужья сейчас находятся на СВО. Многие признаются, конечно, приходится нелегко, нередко тревожат переживания за близкого человека. В формате групповых психологических консультаций в уютной обстановке за чашечкой чая участницы проекта могут поделиться своими чувствами. По словам психолога Натальи Мартыновой, такие встречи направлены на снижение стресса, тревожности, страха, формирование умений управлять своим эмоциональным состоянием. Психолог учит техникам релаксации и дыхания, что стабилизирует нервную систему. Конечно же, это невероятная тревога. Это страхи. Страхи за будущее. Страхи за то, как вообще я буду существовать в этом мире тогда, когда мой любимый человек уходит в СВО. Это тогда, когда я буду воспитывать одна детей. Это как мне, где найти ресурсы, где найти силы для того, чтобы жить и быть счастливой при этом. Мужья воюют, а мы здесь стараемся друг друга поддерживать как можем. Девочки приезжают к нам в Агаповку, приезжают в Янгелику, приезжают на поселок Буранный, организуют нам встречи с психологом. Конечно, встречи с психологом очень помогают. Дарят нам подарки деткам постоянно, устраивают мастер-классы. Также в рамках проекта «К праздникам семьям» организовали увлекательные мастер-классы по изготовлению мыла, свечей и росписи, пряников, глазурью. А у некоторых участников проекта была возможность получить дополнительную профессию в сфере индустрии красоты. Девять женщин прошли обучение и стали мастерами по оформлению бровей, ногтевого сервиса или, как Анна Хафизова, теперь профессионально могут заниматься наращиванием ресниц. Мама трех детей сейчас находится в декретном отпуске. Муж ушел на СВО в сентябре 2023 года, подписал контракт на год. Анна работает за вхозом в школе, а новое дело стало для нее дополнительным заработком. Фонд «Металлур» предложил обучение на наращивание ресниц, и я согласилась, потому что я в декрете сижу, и для меня это тоже развитие в декрете пока сижу. Но вы собираетесь потом применять? Да, я применяю. У меня есть подружки, которые ко мне приходят, мама, сестра. Кроме того, в рамках проекта участников обеспечивали продуктовыми наборами и школьными принадлежностями перед началом учебного года. Ну а маленьким участникам проекта больше всего запомнились походы в аквапарк и кинотеатр, а также загородные поездки в дом отдыха Абзакова и Динопарк. К слову, именно в Динопарке состоялось праздничное закрытие проекта. Гостей ждала большая развлекательная программа, экскурсия в музей восковых фигур, веселые старты с аниматорами и пенная дискотека. В итоге участники отметили, проект получился отличным. Появилась у нас идея поддержать семьи близлежащих районов, вот именно конкретно в Агаповском районе. Этот проект проходил при поддержке гранта губернатора и при софинансировании президентских грантов. Поддержку получили мы от всех участников проекта, участвовали более 50 семей, положительно много эмоций. Будем продолжать дальше работать в этом направлении. Напомню, в 2023 году проект «Тепло родного дома» одержал победу в специальном конкурсе на получение гранта губернатора. Активная деятельность по его реализации продолжалась в течение года. Фонд выражает огромную благодарность за сотрудничество Агаповскому и Янгельскому домам культуры, а также управлению соцзащиты Агаповского района, которые предоставляли для мероприятий свои площадки. А в планах благотворителей продолжить проект в других районах. Юлия Черешнева, Владимир Ровенский, Алексей Абашин, телекомпания ТВИ. Культура в событиях. Мастерская 12 Никиты Михалкова приехала в Магнитогорск, чтобы поделиться своим искусством. Но при этом служители мельпомены смогли погрузиться в атмосферу производства и узнать, чем живет город. Люди театра отправились на экскурсию по ММК, чтобы увидеть воочию, как рождается сталь. Сталь, огонь, мощь – слова, которые приходят в голову, когда говорим о нашем городе. Магнитогорск, рожденный из руды огня, с вековой историей и непоколебимым духом. Но чтобы это прочувствовать, видовых локаций категорически мало. Дух и сердце города – металлургический комбинат. Именно поэтому экскурсия на ММК для многих гостей входит в обязательный звездный райдер. Для труппы театра Никиты Михалкова в том числе. Экскурсия по ММК стала для актеров театра Никиты Михалкова настоящим открытием. Гигантские печи, ревущие машины, искрящиеся брызги расплавленного металла – все это завораживает и внушает трепет. Здесь понимаешь, какая сила и энергия заложена в металлургическом производстве. И это лишь часть эмоций столичных гостей. Это невероятно просто. Это такая мощь. Ты смотришь, когда вот это вот прямо на твоих глазах это все происходит. Это невероятно. Сколько в России всего мы посмотрели, и как люди работают, и как машины. Они увидели своими глазами, как рождается сталь, как она превращается в основу многих вещей, которые нас окружают. Люди, которые работают здесь, они являются такими же фанатами, как и мы, занимаясь другими. То есть у нас жизнь отличается в том, что мы залезаем в разные шкуры людей, а здесь люди видят плюс-минус одну и ту же картинку, и они фанатят от этого, от красоты металла, это целая династия, как я уже понял, как бы это впечатляет. Искусство и промышленность – две стороны одной медали, две стихии, которые создают и преображают мир. Магнитогорск – яркое доказательство этого. Самое главное впечатление, мне кажется, которое у меня сейчас меня посетило, это увидев весь этот масштаб, мне кажется, наша страна непобедима. И вот спустя 14 лет 12 разгневанных мужчин вновь в Магнитогорске на сцене театра драмы состоялся показ спектакля Никиты Михалкова «12». История присяжных, которые решают исход уголовного дела, а по факту серьезный разговор со зрителем о свободе, сострадании, гражданском равнодушии. Как мы принимаем решения в жизни? Что есть справедливость и мораль? Вместе с магнитогорскими зрителями ответы на вопросы искала наш корреспондент. Два вечерних показа, три с половиной часа длиною каждый, полная посадка и звенящая тишина. Магнитогорский зритель каждую мизансцену спектакля Никиты Михалкова «12» кажется, проживал не дыша. Это стало самой большой наградой для известного режиссера и артиста в театре. Аплодисменты можно купить, пригласив квакеров. Тишину и желание задуматься купить невозможно. Позже заметит Никита Сергеевич в разговоре с журналистами. А никто ничего не помнит. А нам все весело! Страна КВН-щиков, блядь! Весело в жизни! Смерть! С нами погнали! А почему вот это вот? А-ха-ха-ха-ха! Вот это почему? А-ха-ха-ха! А потому что... Когда серьезно, было страшно. Каждая мизансцена, каждый шаг любого из актеров вправо-влево встал, сел, прошел, он каждый продуман и прописан от начала до конца. Но ощущения того, что это срежиссировано, его нет. В общем-то, это и есть определенная одна из причин, почему мы чувствуем эту энергию и тишину в зале. Потому что у вас ощущение, что вы находитесь среди нас. Среди тех самых 12 присяжных, которые решают исход уголовного дела, а в действительности размышляют о свободе и сострадании постороннему человеку. И каждый отвечает себе на вопрос. А как бы поступил я? Идея заключалась именно в том, чтобы люди, сидящие в ложе, так сказать, директорской или на галерке, имели возможность найти в спектакле что-то, что волнует конкретно их. Личные монологи откровения каждого присяжного становились кульминационными моментами. А слоган спектакля «Для всех и про каждого» зазвучал как режиссерское предвосхищение реакции зрителя. Неоднозначно сложно, интересно. Ну, конечно, тема тяжелая. И интересно то, что она не теряет свою актуальность уже сколько лет. И кажется, что постоянно идет этот баланс между очень тяжелым донесением и такими забавными, но очень жизненными ситуациями. Поэтому, конечно, наверное, потребуется некоторое время, чтобы все-таки окончательно сложить свое мнение. Вдумчивая публика – это то, чем мы можем гордиться, заметил глава города Сергей Берников в беседе с мэтром российского кинематографа. Отдельные слова глубокой благодарности Никите Сергеевичу, что, во-первых, он решил возможным побывать со своим прекрасным коллективом в нашем городе. Но и мы горды тем, что, в общем-то, к нам приехать не стыдно. Мы с вами делаем все, чтобы и зритель наш воспринимал это хорошо, и артист чувствовал себя уютно. Ну и за город нам с вами тоже было приятно. Добавим, что «Большие гастроли» спектакля «12» в Магнитогорске проходили при поддержке Росконцерта и Министерства культуры Российской Федерации. Это было сделать достаточно сложно. Я здесь хочу выразить огромную благодарность действительно и Министерству культуры, что включили Челябинск и Магнитогорск в рамках программы «Большие гастроли» и Росконцерту. Ну и, конечно, губернатору нашему Алексею Леонидовичу Текслеру или Ирине Николаевне Текслер администрации города Магнитогорск за то, что это сегодня получилось. А вникающему и глубокому зрителю Магнитогорска остается ждать новых театральных историй. Елена Ткач, Виктор Исаев, Аркадий Стариков, телекомпания «ТВИН». В воскресенье 30 июня в жизни Магнитогорской епархии и всех православных христиан нашего города произойдет знаковое событие – освящение храма всех святых, расположенного на площадках компании «Евросервис». Настоятель храма и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Владыка Зосима совершит божественную литургию в память о воинах, погибших в ходе специальной военной операции. Есть новшества и в церемониальной организации похорон. Сегодня сложно сказать, когда воинский прощайный ритуал стали сопровождать звуками духового оркестра. Но где-то глубоко в душе или, если угодно, генотипы русского человека заложено. Прощание славянки сильнее всего звучит не на параде, а на перроне вокзала. Или вот здесь, на великом и одновременно страшном месте – в Гоинском мемориале. Тестовое выступление ритуального духового оркестра компании «Евросервис» мог прервать начавшийся дождь. Но музыканты, прекрасно осознавая, в каком месте и какую мелодию они играют, резонно заметили их далекие предки, трубачи полковых оркестров, поднимавшие русскую рать в атаку, не боялись ни осколков, ни шрапнели, а уж тем более дождя. Отыграв прощание славянки, все же переместились в первый зал прощания компании «Евросервис», чтобы продолжить глубокое погружение в специфику предприятия. Акустика вообще на высоте. К нам обратился Евгений Анатольевич создать старые хорошие традиции. И вот мы порепетировали и решили возродить духовую музыку. Особенно эта духовая музыка нужна для наших СВОшников, для наших защитников. Темой невозвратных боевых потерь, тот самый «Груз-200», в Евросервисе не спекулируют, но и не отворачиваются от жестокой реальности наших дней. Более того, участники СВО станут главными действующими лицами события, которое запланировано в Храме Всех Святых на ближайшее воскресенье. У нас будет освящение нашего храма в честь Всех Святых. Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосимов совершит обряд освящения храма. На молитве примут участие славяне и с русской общины. Мы хотим помолиться о всех погибших воинах. После того, как храм будет освящен, здесь начнутся регулярные службы. Планируется, что они будут проходить по вечерам пятницы и в субботу утром. Но вернемся к теме воинских церемониалов. Следуя своей миссии, в Евросервисе разработали целый комплекс мер социальной поддержки для семей, потерявших близкого в ходе боевых действий. При организации похорон для участников СВО наша компания предоставляет абсолютно бесплатно отпевание в храме, который находится рядом с залами прощания, и также абсолютно бесплатно предоставляются услуги духового оркестра. Все социальные проекты, которые были заявлены нами ранее, в настоящий момент имеют силу, они существуют, действуют, и более подробную информацию всегда можно получить по круглосуточному телефону, который указан на экране. Внедрение в работу ритуальной компании музыкальных коллективов, уверенные в Евросервисе, самым положительным образом скажется на повышении погребальной культуры. Это, в свою очередь, улучшит и общекультурный фон в нашем городе. Недаром говорят, хочешь узнать уровень развития социума, сходи на кладбище и на похороны. Игорь Гурьянов, Арина Тюрина, Алексей Абашин, телекомпания ТВИ. На этой неделе в Магнитогорске состоялся творческий конкурс «Поэзия стального сердца», посвященный 95-летию города. В нем приняли участие около 100 человек, как детей, так и взрослых. Накануне в библиотеке имени Дышаленковой подвели итоги и наградили победителей. Конкурс «Поэзия стального сердца» был организован в рамках празднования юбилея Магнитогорска. Его цель – выявить талантливых авторов, а также воспитать у горожан чувство патриотизма к родному городу. Администрация Орджоникидзевского района инициатором была этого конкурска. В честь юбилея нашего города, 95-летия, мы предложили. Библиотека охотно поддержала. Обратились мы к депутатскому корпусу нашему МГСД по именно Орджоникидзевскому району. Они тоже откликнулись в качестве подарков, призов. Конкурсные заявки оценивало жюри, в состав которого входили члены Союза писателей и заслуженные работники культуры. Участники были разделены на три возрастные группы – младшие школьники, старшие школьники и взрослые. У нас две номинации основные – это видеоработы и стихотворения. Есть видеоработы на стихотворения любого российского автора и есть видеоработы на стихи собственного сочинения. И также просто стихи собственного сочинения о Магнитогорске. Авторов лучших работ торжественно наградили в зале библиотеки имени Дышаленковой. Одной из победительниц стала Арина Турсукова. Ей 12 лет, она увлекается поэзией со второго класса. На конкурс она отправила видеоработу, где читает отрывок из произведения Александра Титова «Стальное сердце Родины», где рассказывается о подвиге магнитогорцев во время Великой Отечественной войны. «И магнитки сказали надо, и магнитка сказала есть, будут танки и будут снаряды, у магнитки стальная честь». «У меня была и жалость, что в годы войны стояли у токарных станков не мужчины, хотя они должны были стоять, а женщины. Что у нас город производил металл, отправлял это на войну, делали танки, снаряды. Была и жалость, и гордость за наш магнитогорск». Помимо победителей и призеров конкурса, в каждой из номинаций также некоторых участников наградили специальными дипломами. Павел Друсенев, Алексей Абашин, телекомпания ТВИ. Тем временем в Магнитогорске началась череда выпускных балов. Школьникам вручают аттестаты и провожают их во взрослую жизнь. Накануне во дворце имени Сергуарджи Никитза торжественно, ярко и с ноткой грусти прошел выпускной вечер 11-ти классников академического лицея. В этом году учебное учреждение дало путевку в жизнь 71 выпускнику. В этом году аттестаты с отличием и медали первой и второй степеней за особые успехи в учении получили 17 выпускников академического лицея. Ребята полностью подтвердили свои оценки результатами ЕГЭ. «Планка в академическом лице всегда высокая, все ученики умные. Нужно держаться, чтобы тебя не исключили и чтобы ты не скатился на тройке. Планку я держала высокую, всегда старалась учиться на пятерке. И получилось. Мне в академическом лицея встречались очень хорошие учителя по всем ответам, особенно по математике. И у всего класса достаточно хорошие результаты за ЕГЭ по математике. Например, у меня 100 баллов». «В лицей я пришла в 10 классе, потому что в нем было направление, которое было мне интересно. Это химико-биологический класс. Я получила очень хорошую подготовку по всем моим профильным и непрофильным предметам, очень хорошую базу. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что пойти в лицей было правильным выбором. «Я закончила лицей с золотой медалью, заработала высокий балл за ЕГЭ, 100 баллов по русскому получилось, 97 по химии и 78 по математике». В этом году лицей провожает во взрослую жизнь 71 выпускника. Впереди ребят ждет учеба в колледжах и вузах. С будущей профессией Александр Тимошин определился еще три года назад. Молодой человек хочет поступать в МГТУ на информационные технологии. Говорит, и город не отпускает, и специальность интересная. «Сегодня, когда мы прощаемся с жизнью академического лицея, я испытываю очень теплые чувства. Мне очень нравились учителя, мне очень нравился мой класс. Я буду поэтому скучать». Целеустремленные, очаровательные и слегка взволнованные юноши и девушки прощаются с порой беззаботного детства и вступают в новый этап жизни. Но признаются, в памяти обязательно сохранят лучшие годы, проведенные в лицее. «В лицее все учителя уже родные, все поддерживали нас перед экзаменами, все говорили нам напутственные слова. И вот сегодня мы с ними прощаемся. Это очень трогательно. Я очень надеюсь, что не буду плакать». «Я чувствую волнение в груди, что детство закончилось, пора отправляться во взрослую жизнь самостоятельную, без родителей, без какой-то опоры, как это было раньше. Но я думаю, я справлюсь». «Обращаются ребята, обращаются родители. Особенно сейчас этот вопрос очень актуален. Что нужно учитывать, чтобы выбирать будущую профессию? Вот я всегда рекомендую ребятам. Знаете, мода на профессии меняется, но профессионалы остаются востребованы всегда. Поэтому станьте профессионалами в любимой вами отрасли. И все у вас получится». Вот умение мечтать и умение работать мы взяли по наследству у тех из палаток с зеленым оконцем. Увидимся там же. Время местное. Продолжение следует.